Приветствую вас и начать нужно с того, что перестать давить на вашего мужчину. Ну, не может он дать вам то, что вы от него хотите. Не хочет он вам дать то, что вы от него хотите. Это согласитесь с его правом. Нельзя заставлять человека против воли давать вам то, что он не хочет. Ни вы на воле все это не получите, ни он. Вместо этого попробуйте установить цепочку событий, с которых началось его изменение по отношению к вам. Он начал уставать, раздражаться и так далее. Что могло на него повлиять в этом ключе? Что могло мужчину подкосить? Что могло мужчину истощить? Извести и так далее. Если такая причина найдется, то постарайтесь человека в этом. Поддержать. Ему ваша поддержка сейчас очень нужна. И это вас еще больше сплотит, когда вы вместе преодолеете проблему. То есть, конечно, можно мужчину спрашивать о том, что у него случилось. Но, скорее всего, он не даст вам ответа, потому что, судя по тому, что вы описали, он достаточно закрыто себя ведет и никаким образом не хочет вас посвящать в свои возможные проблемы. Тем не менее, спрашивать нужно и в том контексте, в котором говорю я, нужно отставить все свои претензии пока что и постараться мужчину всячески поддерживать. И вот такое вот поддерживающее отношение, нарочи-то веселое обращение с ним, нарочи-то бодрое, нарочи-то энергичное и так далее, вам желательно продолжать какое-то время. В лучшем случае пару месяцев, но вы, скорее всего, этого сделать не сможете, поэтому давайте условимся неделю, две или три. А вообще, лучше даже пройдем вот как. Сначала дайте себе установку на пару дней, когда пару дней пройдет, если будете чувствовать себя хорошо, чувствовать, что в силах еще, продлите такое поведение еще на пару дней. И так до сих пор, пока вы будете чувствовать возможность так себя вести. Вполне возможно, что кризис пройдет у вашего мужчины, он вновь вернется к нормальному поведению и все у вас будет хорошо. Если этого не произойдет и вы не выясните причину, по которой мужчина так себя с вами ведет, то вы можете ему сказать примерно следующее. Дорогой, я тебя очень хорошо понимаю, я понимаю, что у тебя сейчас тяжелое время, но и ты меня пойми, я не вижу причин, по которым ты так себя ведешь. Я не вижу проблем, которые были бы у тебя в жизни, которые мешали бы тебе проявлять себя по отношению ко мне, так как ты это делал раньше. Из этого я не могу не заключить, что может быть проблема лично в нас. Может быть проблема во мне, может быть проблема в тебе, я не знаю. Я понимаю, что раз ты не хочешь, я не могу тебя заставить, но пойми, у меня есть желание, у меня есть потребности, и эти потребности я хотел бы реализовывать. Поэтому, если ты не будешь давать мне чувствовать себя женщиной, а я таковой себя не ощущаю уже какое-то время, то я думаю, иначе отношения будут идти под отком. И ты можешь меня потерять. Я думаю, вам нужно сказать именно так, чтобы мужчина четко понимал, куда ведут его поступки, куда ведет его поведение. Куда ведет его отношения. Чтобы, когда в один прекрасный день вы скажете ему, прости, дорогой, я ухожу от тебя, такая жизнь, как у соседей, меня не устраивает. И когда это случится, когда и если это случится, чтобы для мужчины это не было неожиданностью, чтобы он знал, чтобы вы его предупреждали, что вы хотели это предотвратить, но в одиночку человек с отношениями сделать ничего не может. Всегда работа двоих людей. И если один из них пассивную позицию занял, то второму ничего не остается, кроме как решать двоих. И вы в данном случае, видя, что мужчина руководствуется только своими желаниями, но игнорирует ваши, вы лишаетесь какого-либо выбора, кроме как пытаться самостоятельно удовлетворить свои желания. То есть, если любимый человек не защищает ваши интересы, вы делаете это сами. Сами начинаете защищать свои интересы. Ну и любой мужчина знает, что если женщина не уделяет только внимания, она рано или поздно найдет того, кто будет это делать. Ваш мужчина более чем взрослый человек, чтобы знать такие вещи, я уверен, он их знает. Если человек по какой-то причине, он считает, что вы принадлежите целиком и полностью ему, это ошибка, подобное отношение является ошибочным, оно неправильно. И вам предстоит при необходимости в этом его разочаровать. Сказать, что нет, я буду защищать свои интересы, даже если нам придется расстаться. Вот, в принципе, ответ на ваш вопрос. То есть, еще раз, предводя итог. Вначале вы пытаетесь найти их причину поведения мужчины. Спрашиваете у него, ищите сами, поддерживаете, помогаете преодолеть кризис и так далее. Если причину нашли, старайтесь вместе с мужчиной эту причину, проблему, конфликт решить. Если причины нет, то после какого-то времени говорите им о том, что вас такая жизнь не устраивает. И начинаете последовательно отдаляться от мужчины. Вот и все. Если он боится вас потерять, то он, увидев ваш настрой, начнет вас возвращать, если вы ему не безразличны. Если его чувства к вам остыли, то он, соответственно, пассивно отнесется к вашему желанию уйти, начнет вас обвинять, оскорблять и так далее. И это будет означать, что ваши отношения, к сожалению, подошли к концу, и ничего хорошего из них уже не получится. Это больно признавать, это неприятно, но, к сожалению, такова жизнь, и вам нужно просто двигаться дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.